Думаю, ты слышал, что если разрезать обычного дождевого червя пополам, то он образует две особи, но это не всегда правда, и скорее всего червь погибнет. Регенерация кольчатых червей действительно выше, чем у ткани человека, и при незначительной ампутации они могут отрастить недостающую часть. Не советую повторять такое, но что если пойти дальше и взять три червя? Если мы возьмем трех одинаковых червей, у первого отрежем головной конец, у второго середину, а у третьего хвостовой конец, и соединим их в один организм. Если что, этот опыт придумал не я, а профессор Лункевич, а то можно подумать, что я какой-то червей-ненавистник. К сожалению, мы не получим настоящего монстра Франкенштейна, как этого мечтал ученый. Дело в том, что хоть черви и кажутся достаточно примитивными, у них сложное строение внутренних органов, и развитая иммунная система, которая будет оторгать чужеродные ткани. Только не вздумай повторять опыт, пускай черви продолжают заниматься своими червячными делами, буравят ходы по земле и размножаются и пьют кофе. Всем спасибо за просмотр, хочешь получать полезную информацию чаще? Не забудь подписаться и поставить лайк.